Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их биографией Хюберт Саттлер, австрийский художник, который также подписывал работы псевдонимами Луи Ритшар, Гроссен и Штелли Райфен. Он много путешествовал и был известен большими и детально проработанными картинами-косморамой, изображающими города, памятники, пейзажи многих стран. Родился в Зальцбурге. Его отец был художником-пейзажистом, создавшим в 1825-1829 годах саттлеровскую панораму Зальцбурга. Матерью была Анна Мария Китенбергер, приемная дочь художника Маури. Будущим мальчиком, Саттлер путешествовал со своим отцом и впервые научился у него рисованием. Затем в возрасте 12 лет поступил в Академию изящных искусств в Вене. Пойдя по стопам своего отца, он стал пейзажистом и специализировался на исследованиях и написании больших полотен для показов в косморамах. Я цитирую Википедию. Косморамы представляли собой выставки перспективных картин различных мест. Часто мировых достопримечательностей тщательное использование освещения и линз придавало изображениям большую реалистичность. Работы Саттлера «Косморама» отличаются высокой степенью детализации. Иногда демонстрировались при освещении в темной комнате для платящих клиентов, смотрящих через отверстия и часто увеличительную линзу. Загляды Саттлера были особенно точными и современными. Он ездил в исследовательские экспедиции. Затем работал в своей студии по собственным подробным исследованиям фотографий. Много путешествовал по Европе, Ближнему Востоку, Латинской Америки. Рисовал как природные пейзажи, так и города. Выставлял свои работы по «Космораме» во многих странах, иногда путешествуя со специально изготовленным переносным зданием. Эти выставки были очень прибыльными, а также имели успех у критиков. Саттлера широко хвалили за его артистизм и ученость. В Ганновере в 1848 году провинциальный суд присвоил Саттлеру звание профессора. Познакомился с несколькими американцами, которые убедили его перенести свою выставку в Нью-Йорк. С 1850 по 1852 год на северо-востоке Соединенных Штатов прошла косморометическая выставка, которая по качеству и разнообразию превзошла множество панорамных шоу, наводнивших страну в то время. В отзыве, подписанном президентом Национальной Академии дизайна Ашером Дюраном, Саттлер был отмечен как настоящий художник, который прекрасно понимает, как найти лучшие точки зрения для его картин и исполнять их с редким мастерством и силой. 16 картин, привезенные Саттлером в Америку, были уничтожены пожаром в Филадельфии в январе 1852 года. Его сын, также по имени Хьюберт Саттлер, стал известным офтальмологом. Провел много лет в Вене, где и умер. Он был похоронен в Зальцбурге вместе со своим отцом. 3 апреля 1904 года. Умер он в возрасте 87 лет. Ну вот так вкратце из Википедии о австрийском художнике Хьюберте Саттлере. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.